Привет! Неплохая кампания на самом-то деле собирается. Дело в том, что теперь Украина не единственный враг Российской Федерации. Список врагов увеличивается и расширяется. Вот совсем недавно, фактически, вот прямо здесь и сейчас, в список недоброжелательных стран, которые не уважают Владимира Путина, добавилось Армения совсем чуть-чуть. Пашиняна тут проклинали, проклинали, но как-то все быстро сошло на нет, потому что страна маленькая. Да, но теперь мы в компании, плюс Финляндия и НАТО в целом, а еще, а еще Израиль. Помню, на болотах любили вот эту вот фразу «бывшая Украина», а вот теперь эти российские топ-пропагандисты начали использовать словосочетание, ну нет, не «бывший Израиль», но вот этот вот посыл, что евреи обречены, он зазвучал на российском телевидении. Да, мы понимаем, что поводом для нее стала безжалостная террористическая атака боевиков «Хамас» 7 октября. Безусловно, ее жертвы среди гражданских, взрослые дети, вызывают огромное сочувствие. Давайте это зафиксируем и однозначно примем аргумент Израиля. Картины убитых и даже детей рвут душу. Но сейчас... Российские пропагандисты работают всегда по одной кальке. Значит, все, что было сказано до слова «но», не имеет значения. Это, так сказать, прелюдия. А вот теперь позиция российского фашистского государства. Ну, забегая вперед, сразу скажу, что евреи вы должны благодарить Путина, потому что он остановил Холокост. Ну, об этом свидетельствуют товарищи, которые выступают на российском государственном телевидении. Те, кто сейчас смотрит меня в Израиле, пишут свое мнение по этому поводу. Ну, а кто не в Израиле, тоже пишет свое мнение, и все дружно подписываемся на канал. Потому что мы здесь сейчас раздадим всем по заслугам. Ну, понятно, в первую очередь, это российские нацисты, которые считают, что, а, им не только все должны, а еще считают, что они имеют право убивать других людей в других странах или моделировать уничтожение этих людей в других странах. Масштабы противостояния уже таковы, что втягиваются в него миллиарды людей, причем пассионарных по природе своей религии. И тут пропорции вырисовываются уже далеко не локальные, хотя начиналось все именно так. Вот на глобусе Израиль. Население страны порядка 9 миллионов человек. Еще порядка 6 миллионов евреев. Диаспора по миру. Преимущественно в странах Запада. Мусульман на планете, как считается, около 2 миллиардов. Где-то 1,8. Какая интересная математика. Эти цифры не являются секретными. Но к чему же клонит товарищ Киселев, он же радиоактивный пепел? А клонит он к следующему, что у евреев и у израильского государства нет шансов, что его разберут и всех там уничтожат. Об этом он говорит. И я здесь вижу стопроцентное совпадение. Что-то подобное было сказано и в адрес Украины. Вот мол, мы такие большие, у нас такая большая ядерная бомба. Мы сейчас вас всех разберем на молекулы и на атомы. Всех уничтожим. Будем бомбить. Бомбить, бомбить. У вас нет шансов, сдавайтесь. Сейчас это же говорят и израилетянам. Но мне кажется, что математика это нелинейно. Тем более, если в стране исповедуют ислам, это никоим образом не значит, что люди, проживающие в этих государствах, поддерживают террористическую деятельность Хамас. И террористическую деятельность в принципе. И теракты против или нападения на Израиль большинству арабских стран вообще-то осудили. Но этим ребятам им нужно, чтобы разгорело сильнее. Я говорю о кремлядях. Им важно, чтобы был новый пожар, новая война. Фокус внимания, чтобы перешел на Ближний Восток. И чтобы Украину отдали на российским оккупантам на растерзание. Вот что они хотят. Это единственная цель. Есть и крупные государства, где ислам официальная религия. Есть страны с довольно высокой долей исламского населения. Например, Россия или Франция. Правда, ислам для нас родная религия, а для Франции завезенная. В России, однако, межнациональный мир на Западе куда сложнее. Здесь было немножечко смешно, но не для всех. Потому что этот мир в России обеспечивают исключительно Рамзан Ахматович Кадыров, у которого полный карт-бланш. Он что хочет, то и делает с людьми, не принадлежащим клану Кадырова. И история с избиением задержанных и арестованных его сыном, и потом награждение, это очень ярко об этом свидетельствует. Поэтому насчет мира, дружбы и так далее, расскажите кому-то другому. Я больше всего люблю слушать, когда российские солдаты славянской внешности, ну то есть в теории они русские, ну тут знак вопроса, по приказу кадыровцев скандируют Ахмат Сила. И ведь это правда? Ахмат Сила? В Российской Федерации так точно. На прошлой неделе представители Татарстана уже извинялись перед Рамзан Ахматовичем. И правильно, потому что закон в России не один для всех, точнее для Рамзана Ахматовича один, а для всех остальных смердов он другой. Исторически к Израилю огромная масса мусульман относится, скажем так, настороженно. У сотен миллионов мусульман, конечно, не у каждого, но все же антисемитизм – культурная норма, переходящая из поколения в поколение. Очень часто так бывает, что народы и страны, которые соседствуют, они друг друга немножечко недолюбливают. Так бывает. Ну вот у нас с российскими оккупантами вражда на 150 лет вперед. Раньше я думал на 100, но теперь сроки сдвигаются вправо. Но вот что он говорит? Это норма, это нормально. Он говорит, голосом фактически Путина, «Евреи, вы все обречены». Вот так. Сегодня мы имеем дело именно с такой реальностью. Игнорировать ее тоже глупо. И наблюдаем стихийный рост антисемитизма. О нем говорят нарисованные звезды Давида на дверях евреев Германии. И просьбы к евреям не носить на улицах Европы кипу. Характерный головной убор из соображений личной безопасности. Здесь, конечно, для Путина просто рай и счастье. Да? То есть они погрузили Европу в некотором роде. Вот в эту дискуссию, акции протеста. Одни за Израиль, другие за Палестину. И так далее. Да? Но вот когда мы видим вот эти вот звезды шестиконечные на улицах немецких городов. Ну, так сообщают СМИ. Вот что-то мне подсказывает, что это было сделано по заказу спецподразделения посольства России в Берлине. Ну, или какого-то из консульств. Если оно еще продолжает работать. Это же их тема. Главное разжечь. Чтобы все дискутировали, нормально ли это или ненормально. Кто же это сделал? Неужели немцы снова стали антисемитами? Неужели дух Адольфа возвращается? Нет. Все намного проще. Дух Адольфа, он вернулся. Он реинкарнировался. И сейчас сидит в Москве, ну, или в ближайшем бункере. Речь идет о Владимире Путине. Который, собственно говоря, и транслирует вот эти вот тезисы. Тут в этой, кстати, программе, воскресный вечер с Дмитрием Киселевым. Там Путин что-то про Шрёдера говорил на немецком. И говорил на немецком, ну, практически без каких-то ошибок, правильная речь. Есть мнение, что когда он сидел на самоизоляции в бункере во время коронавируса, он читал не только книги русских фашистов. Нет. Типа Ильина. Нет, нет, нет. Он читал в оригинале «Майн кампф», и вот теперь все это вылилось. Он эти идеи транслирует. Ну, и кому-то, каким-нибудь наркоманам, вполне возможно, вот в это время, вот в этот момент, когда вы смотрите это видео, на заднем дворе посольства России в Германии, выдают по 500 евро. И говорят, рисуйте еще. Деньги есть. Мы их получили из Германии, это немецкого правительства, за покупку имя нашего российского газа. Мы не забудем, ничего не забудем. Запомните, что я сейчас говорю, вы заплатите за это высокую цену. Амир, во-первых, это некто Амир Вейден. Во-первых, пальчик убери. Хочу тебе напомнить, что ты, как и я, существуем только потому, что советский солдат остановил страшный геноцид. Недавно Рудольфович, помет, он всем объяснил, что он хоть еврей, но не израилетянин. И, соответственно, его бог это только Владимир Путин. Я тогда сразу сказал, что вопрос не в национальности. И на российский нацизм, и нацизм в целом, он не зависит от национальности. Так вот, что они делают? Они быстренько пытаются сегодняшнюю войну, смерть и ужас сравнивать со Второй мировой. Только вот хочется сказать, ребята, те, которые сейчас в студии, а вы-то тут при чем? Ни при чем. Вы просто зайцы, пассажиры, которые хотят влезть в этот исторический поезд. Не выйдет. И победил тех, которых теперь ты считаешь своими друзьями. И, Амир, скажи мне, пожалуйста, с каких это пор ты увидел, что Россия поддерживает террористические методы Хамаса? А ты объясни мне, Амир, а как получилось, что твоя страна негласна все это время поддерживала нацистскую Украину, бандеровцев, которые вырезали наших с тобой? Ты львовскую резню забыл? Ну, вот она эта изюминка. На основании интерпретации исторических процессов они объясняют, почему здесь и сейчас они имеют право убивать украинцев. Да, здесь и сейчас бомбить, бомбить, бомбить. Но и евреи, по мнению Рудольфовича, они обязаны Путину. Хотя чем обязаны евреи Путину? Кто-то может объяснить? Есть мнение, кто-то смотрит меня из Хайфа или из каких-то других городов. Чем евреи обязаны Путину? Мне кажется, что ничем. А вам? Поэтому пальчик себе засунь в одно место и пойми, с кем ты разговариваешь. Ты разговариваешь со спасителями евреев. Кто спас евреев? Путин и Владимир Рудольфович Мудозвон. Получается именно так. Но мне кажется, это не соответствует действительности. Еще раз. То, что было 80 лет назад, можно долго спорить. Что там происходило. Но эти нацисты современности, они все, все процессы, все противоречия Второй мировой исключают. И сейчас получается, что даже Гитлера не было. Были одни только бандеровцы. Никого не оправдываю. И преступления против человека, оправданий быть не может. Но разбираться надо глубже. А то вот бандеровцам. Да, помогаем бандеровцам. Евреи помогают бандеровцам. Во-первых, здесь живут украинцы. Не бандеровцы. Нравится это кому-то или нет. Степан Андреевич давно лежит в Мюнхене в могиле. Идеи его живут. А вот такой маленький исторический момент. Да, вот Израиль обвиняют в том, что он помогает бандеровцам, которые убивали евреев. Но почему-то никто не может объяснить там на болотах. Но почему-то Степан Андреевич сидел всю Вторую мировую практически в немецком концлагере. Его брата, сестру расстреляли. Ну как это так? Ну, наверное, все намного сложнее. Ну, в общем, я не хочу углубляться в эти исторические споры. Разные мнения. Но евреям, которые меня смотрят из Израиля, из других городов. Давайте-ка разберемся. Значит, что придумал Запад после Второй мировой войны? Он сказал, не колыз ноу. Никогда вновь. Не вайгейн. А что делают российские нацисты? У них мнение совсем другое. Они хотят. И им нравится то, что сейчас война на Ближнем Востоке. Рудольфович на самом-то деле, он же все прямо говорит. Сам все объясняет. Вот на войне, есть такая фраза, первый погибает правда. В российских реалиях этого явления, правда, давно нет. И, возможно, в ближайшее время не будет. Вот один из таких аспектов. Вот он, например, Мудозвон может рассказывать про то, что неблагодарные евреи. А еще через запятую может рассказывать о том, что в российской армии потерь нет. Ну, нет, да и все. Ну, нет же потерь. Даже не знаю, кого показывают украинские телеграм-каналы, которые специализируются на военной технике. Наверное, это монтаж все. Да? Ведь Соловьев врать не будет. Украинские паблики сходят с ума, кричат о сумасшедших жертвах. Вот, покосили. Я говорю с ребятами, какие жертвы? Они говорят честно, говорит, Трудович, ну, конечно, когда появились кассеты, стало больше трехсотых, то есть раненых много. Но, говорит, мы бережем, мы не бросаем, то есть мы с ума не сходим. Совсем. А про двухсотых, то есть убитых, говорить нельзя. Это тема табу на российском телевидении. И, да, никакие видеоматериалы в данном случае не имеют значения. Да, они просто говорят, это неправда, это монтаж. А точнее, они знают, что это правда. И просто не акцентируют на этом внимание. Ну, и фокус перемещают, например, в сторону Израиля. Поговорить о неблагодарных евреях, о своих погибших, да кто их будет считать? К черту их. Да? Ну, и, конечно же, куда же без генерала Боярышника? В данном случае без него ни одна пьянка, простите, ни одна передача не может состояться. Но сегодня те настроения, которые разогреваются в рамках Финляндии, я специально дал помощникам задачу посмотреть, что пишут в финну, там же ужас. Финны, да, тоже неблагодарные. Финны тоже обязаны Путину. Они все радостно рассказывают, что Петрозаводск наш и все остальное. Это сегодня происходит. Это не то, что там какие-то ужасы, это реалии. Когда Олег Петрович говорит, что в Украине нам надо дальше вести боевые действия, нам надо побеждать. Ключевое слово – побеждать. Чтобы угомонить финнов, нужно побеждать украинцев. Почему? Потому что враги везде, их очень и очень много. Например, Турция должна срочно определиться. С той стороны будет Израиль, США, ну, то есть НАТО, без Турции. Без Турции, да. А с другой стороны будет весь исламский мир? Да, исламский мир будет. Совершенно правильно. А Турции надо определяться? А Турции нужно будет уже определяться, на какой стороне истории, как сказал кто-то. Ну, там Зеленский поговорил с Эрдоганом. Они, наверное, вырвут или вообще кто-то? Ну, наверное. Зеленский же много может порекомендовать, как себя надо совместить? Турции по отношению к Украине тоже себя нужно определяться. Ну, теперь уже да. Да, потому что вот сидеть на двух стульях вряд ли получится. И поддерживать Зеленского, и снабжать его оружием. Но тяжеловато будет. Тяжеловато будет, конечно. Никто ничего не скрывает. Они хотят, чтобы на Ближнем Востоке была бесконечная бойня. Хотят. Ну, мне кажется, что эта ситуация разрешится быстрее, чем многие мечтают там, на болотах. Вот эти вот высказывания. Турция должна прекратить поставлять Украине боеприпасы и оружие. Да ты что? А то что? Расскажи Эрдогану, как ему вести внешнюю политику. Я убежден, что у Зеленского и Эрдогана на самом-то деле никаких противовичевых моментов нет. Да. Их просто нет. Мы уважаем их, они нас. Да, Турция занимает такую позицию, которую занимают. Она нам не везде симпатична. Ну, Байрактары и другое турецкое оружие регулярно убивают российских мальчиков. В трусиках и без. Что там? А, обязательно должно быть что-то в части не имеющего аналогов. Да? А как же без этого евреи будут благодарны Путину? Ну, конечно, сейчас вспыхнет так, что... Ну, плюс большой фактор – это наши кинжалы. Не случайно же Верховный сказал, да, потому что мы поднимаем боевое дежурство кинжал. А есть кинжал, ваше генеральское мнение. Можно кинжалом авианосец долбануть? Можно, конечно. Легко? Нет, я вообще считаю, с чего нужно начинать. Но считается, что это как раз убийца авианосца. Вот эта вот фраза, у нас есть ракета, которая уничтожит американские авианосца. Это как, знаете, это как виагра для престарелых дедушек, которые думают, что если они эту таблеточку съедят, запьют ее водичкой, то они помолодеют. Ну, вот здесь вот что-то подобное. Они сублимируют, анонируют на это все. Говорят, вот мы можем, мы точно можем в теории. Ну, для начала нужно разобраться с Илоном Маском. Он вроде не израилетянин, но тут все очень и очень четко. Пропаганда определилась. На Украине с чего нужно начинать? Это нужно нейтрализовывать Старлинк. Вот это вот обеспечение связи, управления в тактическом звене, это не военная инфраструктура. Это гражданская, коммерческая инфраструктура, принадлежащая физическому лицу. У Маска хорошая, может быть, позиция по этому конфликту, но его спутники нам мешают. Уничтожать базовые станции, их очень много, конечно. А вот спутники, которых тоже немало. Немало, но тот сегмент, который обеспечивает передачу данных, обеспечивает связь на Украине, их не так много. Я думаю, что у нас вполне есть возможности для того, чтобы их нейтрализовать. Если так будет продолжаться, то есть шанс, что поумнеет не только Грета, но и Илон со своими странными комментариями. Они ему все объяснят. Но единственное, что Илон в случае чего обратится же к кому? К Пентагону для того, чтобы защитить американскую инфраструктуру. Ну а этим дедушкам 60-70 плюс хочется сказать. Ну раз у вас все такое вот мощное и классное, так сделайте что-то против американцев. Сколько вы говорите? Говорите, говорите. А когда касается дела, сразу хвост поджимаете и в кусты. Вы нас не сломите. Ясно? Подписывайтесь на мой YouTube канал. Называем здесь вещи своими именами. Украина была, ей и будет. Как, собственно говоря, и Израиль. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok